Судя по публикациям в СМИ и постам в соцсетях, армянам очень стыдно за этого русского генерала Волкова, в котором видели своего спасителя и защитника. Услышав из его уст новости с Лачинской дороги, армяне принялись размахивать кулачками. Так называемые в кавычках «трацахские депутаты» немедленно потребовали аудиенции у командующего и прижали того к стене. Генерал, встревожившись с судьбой своего бизнеса, на временно контролируемые РМК территории Азербайджана, оправдывался перед армянами, уверяя, что его не так поняли. Что было обещано армянам, не сообщается, однако после встречи сепаратисты уверенно заявили, что миротворцы откажут Баку в проверке грузов. А кто сказал, что этот вопрос как-то зависит от согласия или несогласия этого генерала Волкова? Если бы происходящее зависело от российской стороны, никаких обсуждений с азербайджанскими чиновниками не было бы вообще. Жесткая проверка на Лачинской дороге, конечно же, начнется, захочет того миропритворца или нет. Если уровень проверки не удовлетворит азербайджанскую сторону, она усилит свое присутствие на въезде из Армении в Азербайджан. Баку имеет на это полное право, потому что независимо от мнения миротворцев и лично Волкова, миссию они выполняют на международно признанной территории Азербайджана, чего, кстати, не отрицает и официальная Москва. По словам депутата Мили Меджлиса, Расима Мусабекова, Волков маневрирует. Скорее всего, его скоро заменят, и он больше думает о том, как выбраться из Карабаха без того, чтобы армяне, которые его подкармливали, не устроили скандал. Так что словам Волкова придавать большое значение не следует. Баку тверд в своем намерении и праве установить контроль на входе и выходе новой Лачинской дороги. Вся эта дорога дистанционно контролируется нашими военными. На прилегающих высотах развернута азербайджанская военная инфраструктура. Наш контрольно-пропускной пункт обязательно будет развернут. РМК должна обеспечивать безопасность, а решать, что и кого пропускать на суверенную азербайджанскую территорию будем мы. Хорошо будет для РМК и армян, если это будет осуществлено на основе общей договоренности. Армянам не мешало бы помнить и о том, что электрический кабель, газопровод, питающий карабахских армян, проходит через Лачин и контролируется Азербайджаном. Если им не нужны серьезные проблемы среди зимы, то пошумят-пошумят и смирятся с новыми реалиями. Отметил депутат Мили Меджлиса Расим Мусабеков.